Приветствую вас, друзья! Мы в Таиланде. Начинаем отвечать на ваши вопросы из страны тысячи улыбок. Правда, сейчас, похоже, нас окружают не тысячи улыбок, а тысячи китайцев. Но, тем не менее, где наша не пропадала? Георгий Казаков просит рассказать Олега, из чего и как перегоняли спирт на тюрьме. Георгий Казаков безошибочно удыбал в бубле старого алкаша. Вот в тюрьме обычно гонят из хлеба. Делается закваска хлебная, сахар, конфеты, что-то будет по-другому. В зоне попроще. В зоне либо томатная паста, либо горох, пшено, все, что-то потом попадется. Ну и, соответственно, заводится все дальше и дрожжи, и простые, и слухие. Единственное, что не идут на самогон какие-то с дрожжи. Они же не дают реакцию для начала прожжения. Также самогонный аппарат в тюрьме. Все можно делать на кастрюлях, на тазиках. Ну а в лагере, соответственно, умеется много. В промзоне могут тебе сварить любой самогонный аппарат. Будешь перегонять без проблем. Добавляли лимонные корочки. Добавляли иголочки, когда для себя еловые иголочки добавляли. И вкус получался потрясающий. Что называется, изощрялись уже как могли. Я помню, поставили брагу на промзоне. И приходим, чтобы забрать уже для перегона. На одной трети не хватает. У нас было два земляка. Ну, относительно молодых. Там постарше меня на пару-толго лет. Ну, такие. Двадцать с небольшим. Подай патроны были, рядышком. Вот они там умудрились. Баганель и Кошмарь. Половину нашего запаса, поставленного браги, выпить. Мы смотрим. Ты что? Мы попробовали. Попробовали. А уже кривые. Мишаня там разбушлатился. Как там нам потом по саплатке. Что на заднице провезет. По всему цеху. И на Новый год были лишены возлияний. Так что отмечали мы вдвоем. Наталья Кашина интересуется. Мужик в лагере может за что-то отвечать? Я имею в виду за бараком, отрядом и так далее. Стесняюсь спросить. Наташ, зачем тебе это? Застремила, что ли, замуж собралась? Ничего. Ну, может, конечно, если шпаны нет. Если шпаны не осталось. Если все там закрыты, вывезли, еще что-то такое. Может, у нас на восьмерке, этажом ниже, был седьмой отряд. Там был Филимон Арчанин. Мой ровесник. То есть, в те годы ему было под 30. Высокий такой, за метр двенадцать. Довольно-таки крепкий парень. Ну, такой бы я, как басовитый. Басовитый такой. Вот он там, да, собирал там все, что предназначалось для бура, еще что-то такое. Коту нашему постоянно бегал. Мужики есть до такой степени непорядочные, что еще дадут фору любому молодому. За тремяки. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Человек порядочный. Ну да, он работает. Ну, зарабатывает себе на кусок хлеба. А ведет образ жизни, кто он правит. Может знать в жизни больше, чем любой другой. Поэтому запросто. А вот Мишаня решил сыграть тайский покер. Тайка поставила 20 бат. Мишаня тоже 20 бат поставил. Вообще, смотрим, смотрим, смотрим. Тайка поставила 20 бат. Ну что, без меня вопрос не решается. Пока я не подойду, никто ничего не сделает. Я подплываю, говорю, вы что тайцы попутали, что ли? Тут авторитетный чел, блин, Олег Пуполь. Да, да, дожидается печенюшки. Вы, блин, нихера не шевелитесь. Вот стоит мне рыбы, все принесли, блин. Сидите, тут кукурузу без меня охраняйте. Писание, короче, на нас злится. Стас Доценко просит рассказать о Алисе Мон и Юрии Айзеншписе. Я не очень понимаю, почему вы мне адресуете вопрос про Юрия Айзеншписа. Но, тем не менее, да, несколько слов. Насколько я знаю, он в районе 16 лет сидел два срока по валютным операциям. Но это общедоступная информация. Был одним из сильнейших продюсеров в 90-х. Причем, как я понимаю, его работа делилась на две части. То, что он делал от души, или там по зову физиологии, так скажем. Это Цой. И дальше пошли такие женоподобные мальчики, как Никита, Билан, этот Влад Сташневский, Сташевский. И, соответственно, тут не могут не терзать смутные сомнения. В то же время, например, я знаю, что он продюсировал такую девушку, как стриптизерша Саша. Если вы помните, с такой брутальной тарантиновской внешностью, где-то похожа на Мадонну, но на голову выше. Такая девица, ей поиграть там в Игре престолов или там в Викингах. А она вот решила запеть. Причем у нас работали девки в стриптизе из ее конторы. Говорят, когда что-то там пели караоке, там этой Саши, ну, когда девчонки просто дурачились и так далее, этой Саши и близко не было, то есть она и пискнуть не могла. Но она пересеклась с какими-то армянами, обувщиками. И вот эти обувщики там хотели сделать из нее певицу. То есть он где-то двигался, чтобы доставить себе удовольствие, где-то просто вот получал деньги, вот ему дали так называемый бюджет. Значит, вот это на песни, вот это на клипы, это на ротацию, это там себе на карман. То есть вот была у него вот и не такая деятельность. Значит, его хорошо знал один уважаемый человек Юра Комяк. И когда, значит, у меня там встал вопрос с певицей, которую я там пытался продвинуть, вот Юра Комяк хотел меня с ним познакомить. Из чего я делаю вывод, что ничего зазорного в лагере у Азеншписа не было. Они в лагере пересекались. И потом в метле, я был у ребят, которые крышевали этот клуб, и Азеншпис сидел с ними за столом, и подбегал еще совсем молодой Дима Билан, и, в общем, там, задыхаясь от восторга, в такой эйфории, вот благодарил Бауманских за то, что они позволили ему выступить в метле. Я так, большое спасибо никогда, огромное спасибо, ну вот в таком духе. Ну вот что, в общем, я достаточно коротко могу сказать о Азеншписе. Еще раз погоняло, у него был шпиц. Теперь об Алисе Мон. Ну это, видимо, задает вопрос. Стас, видимо, вы читали мою книгу. Значит, ситуация была какая, что вот мы с Олегом как раз в лагере, Бобль, подвигайся уже, не влезаешь. Вот, да, значит, мы застали начало перестройки. И вот было одно телевидение, и вдруг оно совершенно другое. И экраны наводнили так называемые поющие трусы, там, Муслима Магомаева, там, Галину Нинашеву, там, Маю Кристаллинскую, там, кто там еще был, вдруг сменили, в общем, накрашенные, красивые девушки, молодые женщины с минимальным количеством, там, нижнего белья. И все зыки бегали смотреть утреннюю почту. И, значит, Олег, наш семейник, Володя Соус, русак с Таджикистана, мы, значит, мы занимали свои места и кричали, значит, и я кричал все время, моя Алиса Мон, значит, Алиса меня вдохновляла, ее очень такой чувственный рот, ну, она и петь могла, там, это подорожник, трава. Значит, мы потом, спустя 10 лет, мы познакомились, там, друзьями не стали, ну, скажем так, при случае, там, здороваемся, с ней дружит Игорь Герман, шансонщик, мой добрый товарищ, вот, там, какими-то приветами обмениваемся в таком духе. Вот, и вот я кричал, моя Алиса Мон, Бубль... Екатерина Семенова. Да, ну, у него всегда был примитивный вкус, а ему нравились женщины попроще, Екатерина Семенова. Вот, а, значит, а соус... Она была молодая, она тогда была симпатичная. Да, а соус заканчивал, а моя Филипп Киргоров, значит, ну, бомонит, он, ты чё, бля... Засиженный, пересиженный, ельцидист. Он говорит, а что я, говорит, с 14 лет сижу, я, говорит, ни одной девушки не могу. Вот. Смотри. Упс. Ну, что, как успехи? Жене комиссару отправишь. Александр Дор интересуется, когда Олег откроет свой канал, почему он не стримит, где тогда он собирает донаты? Я не понимаю даже, о чём человек спрашивает. Донаты? Я старовер. Меня, слушай, у меня когда спросили про эти стримы, значит, я решил, что это для того, что... Стримяки-то, да? Да, я говорю, я своё уже отстремил. Это, опять же, Олег, это, короче, какая-то такая... А донаты, это пожертвование. А, нет, нет, ну, пожертвование, ты согласен? Нет, слушай, ну, надо уже тогда счёт открывать. Пусть дежертвует, да? А, смотри, почему, фонд, фонд помощи... Ветеранам преступного мира. Ну, нет, ну, там, бывшим, ну, там, арестанты были, там, бывшим заключённым. Подайте на талант. Да, подайте на таланты. Юрий Минаев и Игорь Евгеньевич просят рассказать, как Олег сидел в Салавате и Шакше. Просят вспомнить видных арестантов. Слушай, ну, в начале 90-х пошлах был весь наш. Начиная с 16-й, 4-ки, 2-ки, 19-й. Шакша, это вообще лагерь, в котором положение ставил человек, имя которого я по определённым причинам сейчас не могу назвать, в связи с вводом этого гибельного закона и применения 210-й стратегии. Шакша была чернее-чёрной. Под каждым бараном, спортзал, сауна, столовая водка ящиками стояла. Ночью по зоне ходили, что-то не с гармошками. Ночью в зоне оставались два мента. Это ПНК и прапорщик в изоляторе. Всё. Что тут ещё говорить? Да, вот в середине 90-х уже начали ломать. В ответе за лагерем был Киша Асечкин такой, октябрьский парня. Хорош, не знаю, как у него судьба сложилась, но знаю, что в начале нуля-инок был уже на четвёрке, на полосатом с пятнашками. Его выездили первым в сторону Казани. Потом, соответственно, всех потихонечку, у кого вкрытые убытые, у кого на колёса. Те, кто остался, закрыли. Был под ключом. Меня увезли на двойку в Салават. Но там уже было жёстко. Вывозили сбора без постановления, чтобы зона приняла. И следом телефонограмму взять на особый контроль. Через два дня в карантин прилетают наряд 40 сами, наручники, на вахту. Бивали так, что потом 17 в суток держали в одиночке, боялись перевезти в бурную общую хату, чтобы китуша не было. Да ты в Тубе где подхватил? Ну, это может быть совокупность уже всего остального. А где вот в эту коммунтировку? Ну, естественно, да. Не, не в Лямбурге? Нет. А 19-е, 19-е, ну это Тубзона. Там гайки тяжело закрутить. По причине того, что 99% братвы. Второй момент. Больные люди, уже. Менты стремаются бояться. Как, допустим, ночевых, так и нас. Помимо этого, им самим, допустим, руки распускать лишний раз. Все, что угодно может произойти. Если у человека, допустим, туберпулема, ему достаточно одного удара там в грудь, в губиналом по спине, она у него оторвется, начинается миномый процесс там через сутки, через двое. Он отдает богу душу. Ну, там это не надо. Соответственное положение из-за этого. Они не могут закрутить гайки. Не знаю, что сейчас там происходит. Но вот в моем время Башкирия была черной. Привет, кстати, всей Шпании. Кто меня знает, кто меня будет? Сергей спрашивает, играет ли сейчас третьями? Вопрос Олегу. Сереж, ну, я думаю, что вряд ли ты сейчас встретишь людей, которые третят, потому что молодежь, она уже даже не знает этой игры. Если где-нибудь только пару старых рецидивистов на особом режиме встретятся, в камере посидят, покатают. А так, даже уже вот 30 лет назад, я тебе скажу, что старым счетом в лагере у нас могли катать только два человека. Там Алик, Рис, Орский и Радик Копченый. Он, столу на скрытый, пришел тогда. То есть они могли там считать, там, цвет, полуцвет, простенькая. А молодые уже могли только так в цветную, да, отанты раскатать. Поэтому я думаю, что таких людей, которые играют третьями, ты сейчас уже вряд ли встретишь. Ну, это лично мое мнение. Господа и дамы, полюбуйтесь, этот самонадеянный повеса бросил мне вызов по части отжиманий. И сейчас вы станете очевидцами финала пеленства ночной Паттайи среди ветеранов-рецидивистов. Бубрите взгляд, мы должны взгляд, когда-то накалки. Не, паршка. Начали. Я не могу. Все, поехали. Погнали. 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 Первый. Ну, ах, сорок. Вот, вытягивал уже старый стол. Ну, господа, ему сегодня рассказывать про лонго я ему поднял немного настроения. Мишан. Погнали. Погнали. Какой кайф. Вот так, видите. Пьем, блядя. Вот, всякого спорта. Чего пришел. Погнали. Ухаживаю. Погнали. Какой мне спорт? Он наджался почти 40 градусов. Значит чуть не будем двигать. Белой. Погнали. Редактор субтитров. Корректор Инвестиул compersен. Кайф.